Тагальский язык, наиболее такой крупный из филиппинских, в принципе, вот это как раз официальный язык филиппин, только официальный язык называется филиппина, а тагальский как бы это его база такая диалектная, то есть тагальский имеет много диалектов, а стандарт отдельно от тагальского и филиппина называется. Такая система, и видимо про филиппины я отдельно сделаю клип, чтобы показать особенности. Считается, что 28 миллионов они как бы на эти спикеры, то есть от рождения говорят, и всего 82 миллиона знают этот тагальский, ну в основном жители Филиппин, поскольку он там официальный язык. Язык, естественно, существовал до того, как стал официальным, фиксировали его практически сразу испанские различные исследователи, конец 16 века уже начался. Всевозможные миссионеры как раз составляли словари еще в испанский период, в 17 веке, в 18 веке. То есть описан он был хорошо, потому что он действительно на острове Лузон, и причем именно вот в тех местах, где были основные города, он там доминирует. То есть это диалект Манилы, столицы и так далее. Поэтому он описан был сразу хорошо. В 19 веке были уже писатели на этом тагальском, писали такую светскую литературу по образцу европейской. В конце 19 века освободилось, значит, Филиппины стали независимыми и сразу прогласили тагальский официальным языком, потому что основные города были в зоне, где тагальский. Длительно сохранялся английский и испанский в качестве официальных языков, и по Конституции это фиксировало. То есть сохранялось, что английский и испанский тоже официальные языки, но вот как бы тагальский тоже. Тагальский тоже надо развивать. Но там языков очень много, поэтому шли длительные дискуссии по поводу того. Ну вот африканская модель, допустим, когда все-таки язык колонизаторов оставляет в качестве государственного, потому что местных языков очень много, допустим, в Мали, а местные языки там уже выживают, как у них получается. В принципе, филиппинцы тоже могли такое принять. То есть официальный язык, допустим, английский или испанский. И это, в принципе, всем удобно. То есть все знают европейский язык. А местные там уже как получится. Дело в том, что тагальский все-таки не так доминирует, что прям все знали тагальский. Там тагальский родной только у 20% населения. Хотя это самый сильный, самый распространенный там язык. Просто очень много мелких языков, там тысяч практически. Ну вот, долго дискутировали. То ли у нас будет официальный язык все-таки английский, то ли тагальский. Наконец, в 1937 году окончательно решили, что будет национальный язык, основанный на тагальском. Так сформулировали. И дальше он просто назывался национальный язык. Или потом он начал называться Филиппина. Однако они его начали вводить в школах. Особенно, когда пришли японцы во Вторую мировую. Японцы выступали против всякого европейского там присутствия. Поэтому японцы особенно начали насаждать вот этот тагальский, которому придали некую форму стандартизированную, несколько модифицировали. То есть начали насаждать Филиппина. Про Филиппины я отдельный клип сделаю. Примерно после того, как японцы ушли, в принципе, это сохранилось. То есть основным языком все-таки стала Филиппина, что закрепляет Конституцию. В том числе и текущая Конституция. Но он отличается от тагальского, и про это я уже позже расскажу. Ну, есть критика. Я, значит, излагаю по английской Википедии. Есть критика этой ситуации, потому что, когда все знали английский, все-таки это лучше было для бизнеса. Они легко все общались с иностранцами. Ну, а сейчас вот как бы английского знают меньше, потому что везде везли тагальский. После Второй мировой войны они полностью все перешли на национальный стандарт, и европейские языки считаются теперь второстепенными. То есть всех обучают тагальскому, и это в какой-то степени их закрывает от европейских рынков. Вот такая вот история. Потому что, допустим, в Индии все-таки официальный язык английский во многом, ну, параллельно с хиндией, да, и это помогает индусам адаптироваться на рынках труда потом, потому что они знают все международный язык. Ну, в настоящее время в образовании ситуация такая, что поскольку языков много местных, то начальная школа идет на местном языке, исходя из местности. Вот кто там доминирует, на том языке они пытаются начальное образование организовать до третьего класса. При этом всех обучают языку филиппина и английскому, примерно со второго класса. В средней школе преподавание ведется на филиппина и на английском. А родной язык там уже второстепенную роль играет, то есть могут объяснять на родном языке, если кто-то не понял на тагальском, или там кто не понял на английском, вот так. Ну, значит, в настоящее время на филиппинах около 100 миллионов человек, поскольку язык официальный, то есть на объявлениях он фигурирует, хотя бы какое-то минимальное пассивное знание языка имеют там все. То есть практически все жители Филиппин хотя бы немного знают тагальский, хотя бы понимают, что там на заборе написано. Но хорошо знают там язык немногие. Примерно 28% населения считается, что для них язык родной, они говорят свободно. И примерно где-то 58% населения прошли среднюю школу, то есть предполагается, что они знают язык, по крайней мере, на уровне средней школы, раз уж они ее кончили, и она была именно на тагальском языке. Ну, основные районы это остров Лозон, Центральный Лозон, Южный Лозон, непосредственно Манила, столица, и также в районе Бекол, хотя в Беколе там, собственно, языки, о которых я расскажу. Поскольку есть диаспора филиппинская, как правило, они тоже на тагальском там все в этой диаспоре между собой общаются, поэтому всякие сообщества за рубежом филиппинские, там тоже, в общем, тагальский используется. До сих пор нет нормального описания диалектов, о чем прямо говорит английская википедия. Диалектов, на самом деле, очень много. Вот этот стандартный язык, он их поглотил, и, по всей видимости, различия большие. Ну, если там 22 миллиона носителей, то, конечно, будут диалекты и много. Ну, английская википедия описывает различные отличия в грамматике, в лексике. Также говорится, что поскольку, в принципе, сейчас два официальных языка, английский и тагальский, то господствует смешение французского с нижегородским, то есть в массе своей населения говорит на смеси тагальского с английским, ну, что характерно и для Индии. Это называется таглиш, то есть сам язык тагалок называется, вообще так у них, тагальский это русифицированные формы, а смесь английского и тагальского называется таглиш. Ну, тут примеры приводится типичный, значит, суржик английский, когда просто вставляют в грамматику, грамматика сохраняется тагальской, но вставляют слова английские. Ну, примерно такой же у нас и рублиш, и так далее. Фонетика типичная в стране изийской, пять гласных на самом деле, но тут со всякими вариантами пишут, что 14 гласных. Вот эти варианты, я сам понимаю, что они фонемы. Ну, тут пишут пять фонем, и к ним просто различные позиционные изменения приписывают, получается 14. Но самих фонемов, как обычно, пять в стране изийских, там не может быть 14 фонем. Не надо тут мне гнать. 19 согласных это довольно много, потому что в стране изийских часто их 14-15, и может быть и 10. Ну, вот, то есть различаются, по крайней мере, звонкие и глухие. Есть две африкаты, чай и джа, есть ща или шана у них. То есть сравнительно это нормально еще для стране изийских, они не любят согласные страны изийских. 19, короче, согласных. Ударение может падать на последний, либо предпоследний слог, и от ударения может меняться значение. То есть надо запоминать, нет правил постановки ударения. Например, бака корова, а бака возможно. И так далее. То есть от постановки ударения, то и будет баба отец, а баба это черная свинья. На Тагарском. Так что там надо быть внимательным ударением. Что касается грамматики, неплохо описано. Вот базовая матрица для глагола. То есть что мы видим? Очень развитая категория фокуса, которую они называют триггер в данном случае. Ее могут обзывать в различных грамматиках австронизийских и залогом, и фокусом, и вот триггером теперь уже. И примерно она, кстати, агглютинативная. То есть показатель этого фокуса, он примерно одинаковый, если тут вот последить по формам. Ну а столбцы этой таблицы формируют аспекты. То есть есть завершенные, это перфект примерно наш, завершенные действия. Прогрессив это незавершенные действия. Контемплейтив они пишут это действие, которое они собираются совершить, но ничего не сделали. То есть когда они собираются, то это у них будет отдельный аспект глагола. Инфинитив, инфератив, понятно. Ну вот так образуется форма. То есть в основном приставками все-таки. Но достаточно богаты эти приставки. А также удвоением. Вот тут вот часто удваивается, да? Допустим, набабаса. Набаса это завершенное действие, а набабаса это незавершенное. Ну и так далее. В общем, можно поизучать. Аспект еще есть недавно законченное действие. То есть какие у них аспекты законченные, незаконченные, намереваюсь совершить и недавно сделал. То есть такой еще аспект есть у них. Что касается этих самых триггеров, вот тут есть наконец-то примеры подробные. Часто там в филиппинских я как-то всю эту тему быстренько пробегал, потому что они, видимо, они все говорили, как в тагальском, и пропускали это все. Ну вот из этих примеров, что понятно, что просто в глаголе, ну в принципе я об этом уже говорил, в глаголе проставляется значение того слова, которое будет в начальной форме, которое будет в прямом падеже. Глагол ставится в начале. И вот это слово, которое в прямом падеже, на него и делается весь акцент в предложении. То есть оно и становится главным. Но главным, понятно, что в предложении может быть что угодно. Поэтому у них получается, что вот этих фокусов много. Вот первые два напоминают наш активный и пассивный залог, а дальше у них есть локатив. То есть, допустим, слово, которое обозначает место, оно тоже может ставиться в прямом падеже, то есть в именительном, да, по нашим понятиям. А в глаголе будет проставлено, что вот дальше будет слово в конце предложения в именительном падеже. И оно самое главное, что суть всего этого разговора именно в том, где это будет. То есть вот предложение, они говорят, допустим, человек купил бананы в магазине. Вот если мы ставим в локативном залоге все это, то самое главное, в этой главной информации, что в магазине. То есть тут еще сам вот этот фокус высказывания помещается, поэтому фокус это часто называется. Ну вот и таких фокусов можно что угодно, потому что предложение что угодно может быть, да, главным. Поэтому, допустим, в Тагалесском, как мы видим, 8 фокусов. А в тайваньских их может быть его еще больше. Ну, есть там наклонение, индикатив. Ну, кстати, у них социальное наклонение есть. Допустим, если ты с кем-то вместе совершаешь действие, то это наклонение у них будет. Ну, потенциальное есть. То есть могу, не могу что-то сделать. Ну, значит, существительное вот так вот выглядит. То есть оно имеет прямую форму. Это показатель, который ставится перед существительным, напоминает артикль. И различаются общее и собственное. То есть имя собственное имеет другие артикли. Уже, в принципе, вот эта вся ситуация была в других филиппинских. И три падежа различаются. Именно прямой падеж, непрямой и косвенный. Прямой падеж это просто вот то, что ставится главным в предложении под залогом. В прямом падеже может быть что угодно, в зависимости от глагола. Какой триггер на глаголе стоит, такое будет значение. То, что там менее важно, ставится в непрямом, а косвенный тоже тут, в принципе, ну тут, что поясняют, так сказать, в этой, в английской википедии, что косвенный падеж может обозначать место и направление. Ну, может быть, вот этот косвенный у них как предложенный идет. Вот так. Есть всевозможные приставки у существительного. Ну, вот система местоимений в принципе уже приводил как сравнение с другими филиппинскими и она близка к малайской на самом деле. Даже по формам походят на малайский. Есть вежливая форма этих самых местоимений. У них еще интересно, что сравнительные степени прилагательных, вот они довольно широкие, то есть у них в качестве отдельной сравнительной степени выделяется, если он такой же, то это будет одна сравнительная степень, то есть такой же красивый, это одна сравнительная степень. Потом, если он более красивый, это другая, и если он менее красивый, это третья. То есть у нас одна сравнительная степень прилагательного в токальском три. И, соответственно, есть отдельные формы выражения каждой степени. Ну, много анклитических частиц, которые различные там вносят. Как правило, это что-то переводится нашими наречиями, как правило, эти анклитические частицы. Порядок слов жесткий, глагол в начале предложения. Самое главное слово в конце предложения, которое ставится в прямом падеже. Но может обозначать что угодно. А все, что к делу не относится, оно посередине. И, между прочим, вот этот косвенный падеж, я вижу, что он у них и дательный тоже обозначает. Но вот эти два падежа, я так и не понял особенно их смысла, учитывая, что пропозиция сильно зависит от того, в каком фокусе глагол. Ну, в общем, идет глагол, потом идет слово в том, что они называют непрямой падеж, потом идет слово в том, что они называют косвенный падеж, и в конце идет слово в прямом падеже. А приписывать смыслы, аналогичные нашим падежам, можно только, если мы знаем, в каком фокусе глагол. Вот так. Если совсем уже кратко. Так, это значит программатика. Что касается письменности, у них тоже был байбаин этот самый, который восходит к индийским письменностям. И довольно много на этом байбаине они первоначально писали. То есть, у них первоначально там был буддизм, сундуизм, еще пока европейцы не пришли. И у них были тексты на индийской письменности. Потом испанцы вводили всевозможные алфавиты, напоминающие испанский, однако от них отказались. Ну, примерно такая же история во всех филиппинских. В 1940 году, наконец-то, они стандартную орфографию разработали, независимую от испанской. Однако и ее они пересматривали, и последняя реформа орфографии была в 87-м году. И все-таки ввели там N с черточкой, ввели все-таки букву из испанского там, в последней реформе. А алфавит, который был до реформы, до 87-го года, не содержал никаких черточек, был просто вот напоминал английский, без дополнительных знаков. Что касается словаря, словарь имеет множество заимствований, как тут пишут. Во-первых, из индийских языков, в том числе санскрит и тамильский. Ну, через посредство малайского пишут. То, что малайцы, да, тоже были буддистами, индуистами, и у них много слов, да. В малайском, то для того, что всякие термины родства из санскрита, в малайском много санскрита. Малайский я более-менее знаю, тагальский не знаю вообще. Далее, в тагальском есть заимствование из китайского, японского, арабского, персидского. Так как они были тесно связаны с Мексикой, там у них есть заимствование из языков и дейцев Америки, важно. Есть слова, которые заимствованы в английский из тагальского, но также есть много, естественно, заимствований из английского в тагальске тоже. Ну, в общем, кратенько это все. У них очень много религиозной литературы, естественно, что язык, поскольку кодифицировали, описывали миссионеры, то старые тексты на тагальском большей части религиозные. Там Библия, все такое. Но светская литература уже была с 19 века, а сейчас, естественно, это полноценный язык, и литература на нем много, потому что на нем школьное преподавание. Ну, я часто приводил «Отче наш», у меня есть «Отче наш» на тагальском, но и для разнообразия я привожу пословицы. Вот можно в этих пословицах покопаться и что-нибудь тут понаблюдать, посмотреть за их падежами, исходя вот из той грамматики, которая хоть более-менее была изложена. КОНЕЦ